Веселый ветер Много разговариваем, разбираем каждое произведение, тему произведения, показываем какие-то другие коллективы, чтобы можно было с кого-то брать пример. Работаем над этим постоянно. Конкурс «Одаренные дети Подмосковья» проводится больше 20 лет. Юные таланты соревнуются более чем в 10 номинациях. Фортепиано, клавишные, струнные, духовые, вокальное искусство – и это далеко не все. В этот раз настал черед хоровиков. Ощущение очень приятное. Почему? Потому что те коллективы, которые выступали первый раз и которые уже получали призовые места у нас, на сегодняшний день они сохраняют свой уровень, качество исполнения. По словам Павла Карпова, уровень конкурсантов растет из года в год. Юные музыканты не только работают над исполнительским мастерством, а еще продумывают сценический образ, режиссуру номера и, конечно, репертуар. Ансамбль «Ксения Чебан» представляет Лесногородскую школу искусств. Выступать будут впервые артистам всего по 7 лет. Будут исполнять произведения, одно, которое исполняется вообще первый раз, неизвестного композитора современного в сопровождении барабана. Иван Берлизев два года не дает покоя своим соседям. Барабанит, на чем придется. На себя взял самый ответственный момент в номере. Первое дело – это верить в себя всегда, что ты не ошибешься. Если сбился, сразу же подхватывать. И главное – все учить и слушаться преподавателю. Конкурс «Одаренные дети Подмосковья» – тот самый творческий полет души и фантазии. Многие номинации уже позади. Кульминацией конкурса станет «Гала-концерт». Он пройдет 5 апреля в ДК «Солнечный». Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».